Добрый день, дорогие друзья, с вами я, епископ Эльберт Радки, наш канал «Взгляд с небесный». Подписывайтесь, ставьте лайки и не забудьте распространить. А если нажмете на колокольчик, то всякое новое видео, которое выходит у нас на канале, на нашем любимом канале, оно будет всегда приходить вам, и вы будете знать, что что-то можно посмотреть новое. Сегодня, как и обещал, я хочу представить вашему вниманию дебаты. Первое, о чем я должен сказать, это новый формат такой в христианской журналистике. Они были раньше, но вот такого качественного, серьезного контента, по-моему, никто еще не выпускал. Я полгода назад был в Финляндии, и мы говорили как раз с Андреем Матынго, и сегодня я представляю вот их дебаты с Сергеем Демидовичем, которые состоялись там в Хельсинки. Вот, очень хороший формат, и действительно это дебаты, знаете, у одного своя точка зрения. Это все на прошедшие события, на вот эту молитву Шедловского, которую организовали. Вот, но вы посмотрите сами, и выводы сделайте сами. Я просто напоминаю вам, что очень интересный, очень интересный контент вышел, очень интересная передача. Вот Сергей Степанов ведет, задает острые вопросы. Ну, вы уж сами определитесь, на чьей вы стороне. И это не то, что нас разделяет. Наоборот, сегодня мы все больше и больше понимаем, что нам нужно объединяться. Нам нужно поддерживать друг друга, распространять контент друг друга. В этом наша сила. Посмотрите видео. Начинаем проект протестантской аналитики «Крестовый подход». Я Сергей Степанов, Андрей Матынга, Сергей Демидович. Они, кстати говоря, оба капелланы батальона Мариуполь. Но сейчас у них разные позиции, потому что мы поговорим о проблеме современного христианства русскоязычного, ну, или Украины язычного тоже, которое обострилось почему-то в Эстонии. Потому что в Эстонии прошла молитва за Украину, и не все этому были рады. Почему-то есть с этим большие вопросы. Или были, может быть, они разрешились. Вот, наконец-то, мы договорились об этом поговорить. Итак, нужна ли была вообще молитва за Украину, которая проходила в Эстонии? Это первый вопрос, который я хочу задать и вам, Андрей, и вам, Сергей. Я любезно предоставляю слово, Сергей Демидович. Хорошо. Молитвы много не бывает, молитва нужна. Это, кстати, была одна из главных мотиваций, почему я хотел, чтобы она состоялась. Как человек, который вращается... Я хорошо знаю ситуацию в самой Украине. Я не нахожу ее очень классной, вот в верхах, в руководстве. Духовная ситуация? Духовная ситуация, потому что есть определенное напряжение между союзами, движениями. Христианскими. Которые начались до войны, и война не помирила. Война как бы сконцентрировала людей во многом на проектах внутри движения. Это гуманитарные проекты. Все работают, все помогают, кормят, возят, носят, евангелизируют, церкви наполняются. Но нет должного взаимодействия. Я это не стесняюсь говорить. И я говорю, что это нужно приводить в порядок. Поэтому любая дополнительная война мною расценивается как провокация. И думаю, что эта молитва во многом была подвержена какой-то сумасшедшей атаке. Как будто бы... Помнишь, у Павла был случай, что люди заклялись не есть и не пить, пока они не убьют Павла. У меня есть впечатление, что некоторые заклялись не есть и не пить. Оставили все темы в сторону. Ну все, главное было не допустить этой молитвы. Более чем странное желание, потому что тот же апостол пишет, что даже если притворно проповедуют Христа, я буду тому рад. На мое мнение, так вот хорошо, если молитва есть. Даже если она не совсем была где-то предположим в тех мотивациях правильных, или не те люди, на взгляд, делали, да. Все-таки там было много достойных людей. Оперум, Айхоп, служение Андрея Шиповала, Андрей Тищенко был, Борис Саулович. Это достойные люди, которые любят Украину и помогают Украине. Не видел я бы такой причины, так сильно и сопротивляться. Но кто-то это делал. Интересно, кто? Андрей, нужна ли была эта молитва за Украину в Эстонии? Во-первых, молитвы много бывает, об этом говорит Христос напрямую. В молитве не будьте многословны. Во-вторых, молитва недостойных людей. Мерзость об этом тоже в Библии написана. В-третьих, сейчас в самой Украине происходит возрождение духовное. И то, что переживает народ Украины и церкви Украины, это, на мой взгляд, положительные процессы, которые выведут как раз к духовному возрождению нации и к переносу ядра, духовного ядра всего постсоветского пространства в Киев на свою историческую альма-матер. Что касается Сергея Шедловского, то я говорил тогда и говорю сейчас, и произошедшее повторило, что человек с такой политической позицией, который поддерживает оккупантов, агрессоров, который дружит с епископом, с пулом епископом, поддерживающим Кремль, человек недостоин проводить эту молитву. И это не было молитвой, давайте признаем, и не было молитвой за Украину, это было каким-то концертом, фестивалем, винегретом из всего. И Сергей Шедловский как раз подставил вот этих достойных людей, которых ты перечислил. Кроме них там были достойные люди, мои друзья, Кристиан Бенедикт, Сергей Попов и многие другие, которые были подставлены Сергеем в неудобное положение из-за его попытки выкрутиться, угодить всем, не иметь позиции. Он подставил эстонское братство, которое очень достойно себя ведет по отношению к Украине, имеет позицию и запятнал вот этой своей грязной репутацией всех, кто в этой молитве поучаствовал, в том числе и тебя, Сергей. И вы сейчас себя все неудобно чувствуете, признаетесь. Ну то есть, другими словами, такая молитва была не нужна в Эстонии за Украину. Приводя известную цитату, перефразируя, «такой хоккей нам не нужен», да, я скажу, что как почетный капеллан украинской армии, хочу сказать, что такая молитва нам не нужна. Говорил до этого, и сейчас хочу подчеркнуть, что вот как оно прошло, оно уже прошло. И у Сергея Шедловского была возможность подкорректировать свою позицию. Сергей, сколько украинцев, ты там присутствовал, сколько украинских городов было названо в молитве? Смотри. Сколько областей украинских? Смотри. Вот сколько времени, минут, минут. Хать саму молитву сейчас и пытаться процентуально выяснить, сколько было названо городов. Я думаю, что это не так важно. То, что я могу сегодня сказать, что я представлял ее более, вот я представлял ее более масштабной, так не подано было. Конечно, я очень расстроен, что эта молитва, ну, я не знаю, приблизительно, может быть, полторы тысячи было. Такое несоответствие вызывает, конечно, очень большое разочарование. Потому что, когда снята большая сцена, заплачены большие деньги, приложены огромные усилия, то хотелось бы, чтобы это было очень масштабным событием. Другое дело, почему это произошло? И вполне возможно, вот иногда Иисусу даже не давалось что-то доброе сделать, потому что было большое сопротивление. Люди говорили, кто это? Это плотника сын. Вот, может быть, вы таки и смогли сделать. Сказать, кто такой Шедловский? И вот в духовном мире, я не говорю, что это так, но это одна из причин может быть. Кроме того, возможно, в целом стратегия, вот в чем я могу согласиться с тобой, что это была, понимаешь, попытка все сразу сделать. И фестиваль, и как бы поднять тему Украины, а она важна, ее поднимать, потому что люди устают со временем. Нужно, чтобы она на виду была. Привлечь, допустим, людей из других стран, обратить внимание, чтобы они продолжали поддерживать. И в то же время это было названо молитвой. Поэтому вот все во всем не получилось. Для того, чтобы было заинтересовано там эстонское телевидение, были привлечены специальные там звезды, которые известны в Эстонии, или какие-то популярные группы где-то с Казахстана, странная группа была. Вот эта весь, вот как бы каша, которая вышла, она меня, ну, расстраивает. Я несчастлив от того, что как это прошло. Но то, во что я верил, и как я хотел это сделать, сегодня, ну, я не разочарован в этом. Я на самом деле считаю, что нужна молитва. Я скажу, чем я разочарован. Я разочарован какой-то беспощадной войной всех тех, кто любит Украину. Они, 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 вот меня сегодня обвиняют, чуть ли не в том, что продажа в какой-то, смене, люди пишут, консерва вскрылась. Ты как написал обо мне? Каминг-аут сделал, Сергей Демидович. Что ты имел в виду? Ну, ты же сказал, что ты поехал делать рассветывание. Понимаешь, так говорят, когда человек вдруг говорит о своей нетрадиционной ориентации. И вот ты, мой друг. Аналогия верна. Смотри, Андрей, ты, мой друг, и еще несколько друзей без стеснения говорили о моей неправильной мотивации, о том, что я вскрылся, о том, что я говорю московские нарративы. Вот это страшно. В одно мгновение из друга можно стать врагом, потому что ты имеешь другое мнение. Ну, ты не стал мне врагом. И вот здесь я, как тебе, Сергей, как ведущий, мои переживания, что война, она сделала немножко нас такими жестокими в отношении друг к другу. Мы как бы не признаем полутонов. Мы говорим, есть белое и есть черное. А я вижу, что на войне нет белого и черного. Солдат-оккупант, который вдруг не расстрелял, а накормил, это, понимаешь, какой-то оттенок, что-то произошло. И я знаю, что можно это все говорить, что вот оккупант, есть оккупант, его надо расстреливать, и все. Но есть то, что на войне есть что-то больше, чем просто месть, желание, желание, вот даже как, даже посмотри, как относятся к пленным, и когда я вижу, как, допустим, благородно, приняли пленного, уже он без оружия, его накормили, перевязали, и первые дни войны, особенно это показывали, показывая, что в плен стоит сдаваться. Здесь не вампиры, которые просто отрезают голову, и то, что... Ты говоришь сейчас об украинской армии. Да, да, и поэтому я... Там к пленным по-другому относятся с другой стороны. Конечно, поэтому я и пытаюсь, смотри, Сергей, моя попытка сказать, что украинцы, они другие, мы не захватчики, мы непропитанные ненавистью люди, которые... у нас есть правда и правила, у нас есть суд. Понимаешь, пока ты с оружием, тебя надо уничтожать. Когда ты без оружия, тебя надо накормить и отдать в Гаагу, или куда там еще, понимаешь? Ну, то есть, я хочу сказать, что мы не должны скотиниться на этой войне, понимаешь? Вот это важно сегодня. Это большая проблема, которая нас ожидает, даже после войны, если мы сегодня не будем об этом говорить. И когда только начинаешь говорить, тебе говорят, а, не все так однозначно, это московские нарративы, вот где проблема. Но смотрите, подождите. Позгонпарировать. Потом. Вопрос все-таки более важный. Как мне кажется. Вот сейчас скажут, подыгрывай. Я дам возможность, дам возможность. Но давайте не увлекаться, потому что вы уже переходите на личности и кто, что про кого сказал. Давайте сюда не уходить. Как можно сделать молитву за Украину правильной, лучшей, чтобы не было стыдно в ней участвовать? Что, какие ваши предложения? И добавлю, почему не сделали? Хорошо. Во-первых, во-первых, не надо меня смешивать со всеми критиканами, потому что мы возмутились все синхронно, но не потому, что согласовали свои действия. Просто возмутились тому, что вот человек с такой политической позицией возглавляет молитву за Украину, причем еще находясь в Эстонии. Во-вторых, я тебя считал своим другом и продолжаю считать. Эти противоречия я не считаю принципиальными и ключевыми, чтобы расторгать с тобой дружбу. И мы с тобой сходимся в главных вещах, что у Сергея Шедловского должна быть позиция, что без позиции молитву проводить не стоит. Согласен. Что касается того, как проводить эту молитву. Если бы эту молитву организовало эстонское братство, вот, например, Артур Пыльт, хорошо знакомый, достойнейший человек, я его знаю давно, знаю его и его детей, знаю его служение, его сердце, смиреннейший человек, образованнейший, обладающий связями на самом высоком политическом уровне в Эстонии, получающий награды от официальных лиц Эстонии. Если бы Артур, я знаю его позицию по Украине, он бывал там на линии фронта, ездил, он знает это все, он принимал беженцев, он принимал в том числе россиян-диссидентов, извините, ему благодарность, что нашего россиянина-диссидента он приютил у себя там, пока оформлялись документы. Достойнейший человек, если бы он и другие эстонские братья возглавили эту молитву, провели, организовали и сделали ее от имени Эстонии, и там ведь они выходили, звучали у них очень хорошие нарративы. Мы знаем, что переживает Украина, мы тоже были в оккупации, мы здесь вот на этом певческом поле, они говорят, мы здесь в 88-м году восстали против российской оккупации, и мы поднимали эстонские знамена, которые были запрещены, бело-синий-голубой флаг эстонский, они были запрещены, за это можно было ... Бело-синий-черный. Бело-синий-черный флаг эстонский. И их возмущение со сцены прозвучало. Кстати, там переводчик с эстонского на русский очень тоже толерантно переводил, наверное, «Аксамит и брат-близнец». Там говорят резкие, серьёзные заявления, в том числе политические, а переводилось всё это вот так. Но смотри, при всех достоинствах, Андрей, у Артура Пыльда нет больше 100 тысяч евро, чтобы провести на певческом поле подобные мероприятия. А у кого-то есть, вот и всё. Чтобы провести такое мероприятие, не нужно ни 100 тысяч евро, ни тем более 600 тысяч евро. Можно это всё организовать с намного более меньшим бюджетом, но если найти людей, которые в этом хотят согласиться поучаствовать, можно почти бесплатно это провести. Вы здесь готовы что-то такое организовать в Финляндии? Мы организуем множество таких событий, мы множество таких событий организуем, и концертов благотворительных. Локальных, небольших, не массовых. Массовые концерты поддержки Украины с молитвами, с благотворительными сборами, которые транслировались по национальному телевидению на всю Финляндию. Массовые, серьёзные мероприятия в концертных залах, где, кстати, выступали украинские группы, где Амелия Анисович, вот та девочка, которая пела вот в подвале, помнишь? Ну, вставшая. Правильно я понимаю. Где исполняется гимн Украины, и все понимают, что такое гимн Украины. Как я понимаю. Все ваши претензии поскромней и люди, у которых нет такого флёра или проблем с их идентификацией. Ну, то есть люди, которые не вызывают вопросов. Не Шедловские, другими словами, а люди, которые всех устраивают в своём отношении к Украине. И тогда было бы всё хорошо. Люди, которые определились со своей позицией. Если бы это провели эстонские братья, пригласив украинских братьев, то всё это можно было провести достойнее. И действительно, если бы это проводилось на эстонском языке, с переводом на украинский, то, поверь мне, вот это всё певческое поле можно было заполнить людьми. И там бы собралось и те же 100 тысяч человек, и даже 300 тысяч человек. И из Финляндии бы люди приехали, и из Украины бы больше было людей. И не было бы вот этого вот истукана, огромного истукана, вот эта вот сцена, вот этот колосс на глиняных ногах. Всё это можно было бы... Которые поставили там. Единственный у меня вопрос. Почему это никто не делает? Делают. Где? На певческом поле? На певческом поле в прошлом году проводился вот как раз те фотографии, которые Шедловский сейчас использует для иллюстрации своего мероприятия. Это ж не его мероприятие. Те, которые там на рекламу, на бложках... Была молитва за Украину на певческом поле. Проводилось культурное мероприятие, в том числе в поддержку Украины, где были украинские флаги, где пелись псалмы, организованные Министерством культуры, транслировавшиеся по национальному телевидению, где как раз всё певческое поле было заполнено людьми. Хорошо. И акции в поддержку Украины проводились в Сталине, в других местах, общественных площадках, тоже собиравшие десятки тысяч людей, эстонцев, где звучали и молитвы, и песни поддержки, и слова поддержки. И всё это проходило бесплатно, потому что люди объединяют свои инициативы, кто-то подогнал сцену, кто-то организовал, люди собрались по своей собственной инициативе, и это собрало большую толпу людей. Мероприятие в поддержку Украины. Оно не было бесплатным 100%, это стоит много денег, потому что, допустим, компания, которая озвучивает, это разве что она скажет, я хочу это подарить, это будет там 150 тысяч евро стоить, и она подарит. Давайте вернёмся к вопросу, всё-таки что можно было сделать лучше, и есть ли желание повторить, но в лучшем варианте? Хороший вопрос, я бы действительно, это я советовал Шедловскому, в твоём положении плохо организовывать, потому что тебя, как гири, тянет на низ твоя прежняя позиция. Первое, тебе нужно привести это по-настоящему порядок. Я никогда не оправдывал её позиции, я никогда не пытался его выставить чуть в лучшем свете. Я сказал, тебе нужно нормальное покаяние. Позиция была пророссийская. Она не была пророссийская, она была как бы вот такой, я вне конфликта, я нейтральный. Над схваткой. Да, и кто-то говорит, это была пророссийская, кто-то говорит, это нейтральный, ну вот публично звучало вот так, я нейтральный, что очень нас раздражало, потому что когда убивает твой народ, и кто-то говорит, ну я в принципе не могу понять, что это, кто прав, кто виноват, это в принципе очень, то есть фактически это быть на стороне агрессора, потому что ты должен его обвинить. И если ты не обвиняешь, значит, ты как бы выравниваешь, ты говоришь. Это, в принципе, то, что и говорят, конфликт. Это не конфликт, это агрессия. Здесь абсолютно ясно нужно называть. Поэтому Сергею это мешало. И я говорю, если ты хочешь по-настоящему провести, тебе нужно это привести в порядок. То, что он сделал, это не было вот правильно, на мой взгляд. Это было полумера, которая привела к тому, что украинцы не приняли по-настоящему. Россия поверила в это отречение, отреклась, и Сергей как бы зависел. Он теперь непонятно вообще где. Вот это как бы ситуация, которая... И что бы я сделал бы лучше? Я бы не смешивал. Вот Андрей говорит, культурная программа была, значит, норм. Это возможно сделать. Это могут делать не христиане, это могут делать какие-то культурные центры, фонды какие-то. Но коль мы назвали это молитвой, тогда нужно было уже делать это молитвой и концентрироваться на саму молитву и четко подавать, как христианское мероприятие, без казахов, без заездов, чтобы попытаться и вашим, и нашим. Вот оно как раз попало, сели на шпагат. Без шаманских напевов. Давай говорить. Да, да, да. Но, смотри, что мне в этой ситуации очень, как бы, ну, то, что я пытаюсь продвинуть, вот моя цель, почему я всем во все это влез, да. Вот, Андрей говорит, он минуту описывает достоинства Артура Пыльда, который честнейший, благороднейший человек. он максимально поддерживает эту молитву. И Андрею не хватает, как бы, понимания понять, что Шедловский враг, а друг Артур полностью поддерживает. Это то, что я пытаюсь сказать. Ребята, есть полутона, есть не белая и черная. Задай себе вопрос, а почему Артур поддерживает? Почему Артуру, почему Демидович поддерживает? Почему Тищенко, который прям претендует на Белгородскую область, почему он поддерживает? Нам нужно понимание, что в этой войне нам нужно не терять друзей. И если они не полностью, если ты танкист, а кто-то не танкист, а, допустим, пехота или артиллерист, ну, не надо его мочить. Не надо, высунувшись с танка, кричать, ты неправильно стреляешь и неправильно воюешь. И до тех пор, пока он не повернул дуло против тебя, он за тебя. Вот это я пытаюсь сказать. Мне напрягает разрозненность, и война между собой. А она есть. А она есть. Ну, так кто? Это ж, смотри, мы капелланы с одного батальона. Это страшно представить. Я притяну... У вас право на ношение оружия. Да, понимаешь? Я все время с ним по жизни двигаюсь. Ну, вот, а мы сегодня как вроде бы оппоненты. Другие люди, с которыми мы друзья, которые, допустим, тайцы есть такой, Женя и Александр Штагер, которые в самом начале войны, считаю, очень ключевую роль сыграли. Они создали такую страничку, напомню, как она называлась, но, в общем, четко молитвенная, проукраинская, пророческая эта страница. Я просто смотрел все, что они писали, туда стягивались. Очень классные вещи. Они помогали нам держаться. И вдруг теперь вот этот разворот, что давай бей, бей, потому что он не совсем так понимает, как я. Но кроме Шедловского были еще другие там. И Демидович легко попадает под танки. Вот это меня пугает. Я это заметил. Вот смотри, любое заявление, любая попытка сказать что-то чуть-чуть не так, как другой понимает, все, сразу перечеркиваю. За Трампа я вам написал, все, у меня все республиканцы, которые поддерживают, они говорят, ты враг, ты вскрылся. Демократы. Трамп-то республиканец. Нет, он против Трама. Я против. Потому что Трамп стал... Слушайте, это же очень традиционная вещь для христианского сообщества, потому что до войны были другие вопросы. Не, не надо мазать одними. И вообще, вот сейчас казалось, что многие говорят, что с началом такой фазы войны жестокой, да, с 24 февраля 22 года, все, полутона ушли. Ну, то есть, как ты можешь поддерживать агрессию? Если ты ее поддерживаешь, то ты враг. И это не полутона. Агрессия – это не полутон. Но оказалось, что христианство внутри себя не может найти общий знаменатель. Категорически не согласен. Не может, потому что я это наблюдаю просто здесь в студии. Вы оба христианина, оба посвященные служители церкви, все, вы не можете найти общий знаменатель. Почему мы не можем? Мы с Сергеем прекрасно дружим. Нет, ну, это числитель, так скажем, да? А в знаменателе вы говорите, ты говоришь, нужно стопроцентный идеальный человек, чтобы он мог молиться, да? Ну, вот, ты примеры приводил. А Сергей говорит, что можно искать соприкосновения с людьми, которые не совсем согласны с тобой, но все-таки пытаться найти общий язык. Прошла. И это конфронтация, которая, к сожалению, разделяет сейчас христианское сообщество и не только в Украине. Не согласен категорически. Мы с Сергеем не расходимся по итогам молитвы. Во-первых. Во-вторых, то, что наше мнение расходится, у нас есть дискуссия, не значит, что мы становимся врагами. В-третьих, вытащи из вот этих наших отношений Шедловского, то и нету никаких врагов, нет никаких разделений. Это вот этот человек с кремлёвской повесткой вошёл в наши отношения, в наше западное христианство, балтийское, и внёс туда разделение. Нету у христианского сообщества никаких вопросов, если оттуда убрать вот это вот всё Кремлёвское присутствие, если убрать вот этих агентов влияния, типа Шедловского и других, вытащить, у нас нет никаких разногласий. И христианское сообщество сейчас, наоборот, объединяется едино, как никогда, и начинает постепенно выдавливать из себя вот это вот всё кремлёвское присутствие. Это оптимизм. И на примере, нет, на примере Шедловского, вот яркий пример, вот человек не сделал выводов, не определился с позицией, вылез. Ведь уже сделал и определился. Не определился он. И мы с Сергеем не расходимся в этом. Вылез, и посмотри, что произошло. Произошло фиаско. Человек опозорился на весь мир, потому что у него были амбиции вот на огромное певческое поле и поставили там золотого тельца, вот этого истукана, вот эту огромную сцену и стояли под ней, как муравьишки там, растворились вот в этих огромных амбициях своих. Может быть, это не фиаско конкретного человека, а христианство современного, западного. Наоборот. Ну где же христиане? Какая разница им? Зачем им обращать внимание на каких-то там... Христиане определились с моралью, определились со своей позицией. Христиане понимают, что нападать на государство, на независимое государство... Прямо все христиане. В западном мире проблем нету, в целом нету. Всё западное христианство чётко определилось с вот этим вот конфликтом. И обрати внимание... Андрей, в западном христианстве очень часто говорят, это не наш конфликт. Говорят те, которые... Говорят те, кто связаны с Кремлём, говорят русскоязычные, те, кто... В Германии полно таких... В той или иной степени, которые связаны... Конфлиционных, Консервативных, с Кремлём. И не обязательно связаны, как я знаю. Можно я что-то очень важное скажу? Уточните. Я очень честно тебе скажу. Мы остались с тобой друзьями только по одной причине. Я простил тебя. А за что ты меня простил? Что я... То, как ты писал в соцсетях, обычно люди ссорятся и не прощают. Тяжело это читать, когда так жёстко, так безапелляционно, так, знаешь... Потом ещё есть пару друзей, ну, Женя, нет, я не могу, Женя, а вот Александр, да? Я сначала перевёл на шутки несколько дней и выходил специально, когда они в эфиры выходят, шутил, смягчал, всё. Но их риторика... Сегодня Саня, наверное, это услышит. Я не хочу ему первый, ни писать, ни звонить. Он огорчил моё сердце. Он пишет хлёстко и жёстко, без всякого желания оставить меня другом. Я уже взялся за клавиатуру написать тебе, типа, да пошёл ты. Первое, когда ты написал. Потом я подумал, я сейчас потеряю друга. У нас много хорошего было сзади. Я говорю, фу, выдохни, успокойся. И я потом написал мягко. Я вместил тебя резкого. И ты раз сразу после этого, вдруг ты по-другому. Потом ты снова делаешь заезды. Но я держусь. Не отвечаю резко. И потом, после таких заявлений, я тебе написал следующее. Я ещё могу приехать? У нас была договорённость. Или нет? Потому что я, если честно, думал. Я уже не могу. После того, что ты пишешь, я не думал, что можно приехать. Вдруг ты пишешь. Ты что, шутишь, что ли? Приезжай. Мы друзья. Но если честно, приблизительно выглядит так. Ты берёшь лопату, дал мне слева, справа, потом говоришь, дорогой мой, конечно, ты мой гость в моём доме. И это просто... Подожди, это же была виртуальная лопата. Ну да, ну это вот так. Подожди, если ты мне такие нарративы даёшь, я тебе так и отвечать буду. Одно дело. Смотри. Я ни разу, Андрей, жёстко не написал. Я могу хлёстко писать, но тогда это трагедия. Ты проникся симпатией к кремлёвскому агенту. Когда в него стали лететь шишки, ты себя в нём растворил и стал их принимать на свой счёт. Вытащи отсюда кремлёвское влияние, вытащи отсюда кремлёвского... Ты же мне пишешь, ты Шедловскому пишешь. А что я тебе конкретно написал? Ну что я вскрылся. Я написал камин-аут. Ну что это? Ну ты говоришь, я поехал делать расследование, а приезжаешь на расследование и вылезаешь оттуда уже со собственной позиции. А вы хотели, чтобы расследование было так, как ты хочешь? Да. А я его сделал так, как я увидел. И я разочаровался в этом. Ну да. Вот в чём моя вина? В том, что я приехал и увидел, что не так, как вы говорите. И причём, вот смотри, и у меня хватает благородства сказать человеку, который там расследовал, что я говорю, я не хочу вскрывать его вещей. Вот это я пытаюсь. Ну видишь, сейчас люди не совсем будут понимать, что мысль, которую я пытаюсь сказать, нам нужно терпимей быть. Сейчас во всех посттравматический синдром. Всё пошло по-живому. Очень тяжело. И я тоже человек. И у меня тоже. Семья разорвана по всему миру. Мой дом целый, но он весь в окопах рядом. В любой момент может прилететь. У меня тоже есть нервы. Понимаешь? Но если мы сейчас пойдём по этой линии мочить друг друга, то мы потеряем всё. И моё беспокойство, и желание, как священника, градус ненависти понижать, а не раскалять его. Он уже достаточно раскалён. Всё. И вот это вот желание иметь мир, иметь отношения, дружить, кремлёвские кураторы используют для того, чтобы внедрить туда свои идеи. Вот согласись, не было бы... А мне прямо позвонили с Москвы, Демидович, скрывайся, нужно мирить. Нет, тебе не позвонили. Тебе не позволили. Я уверен, что Шедловскому не звонили. Хотя вопрос в том, то, насколько высоко его поднял в своё время Риховский и позволил ему светиться на какой высоте, духовной в кавычках, то у меня серьёзный вопрос, и я хочу его исследовать. Не подписал ли Шедловский сотрудничество с ФСБ? И это является сейчас основным... Мы связи набросаем кень. А вот вопрос, который от ведущего прозвучал, он очень важный. А почему это вообще получилось, что христиане оказались по разной стороне баррикад? Вот это важный вопрос. Они не оказались по разной стороне баррикад. Здесь одна сторона баррикад, это библейская мораль, и другая сторона баррикад, либо попытка угодить Кремлю, либо найти какое-то среднее положение. То есть есть библейское христианство, с одной стороны, и кремлёвское христианство, которое играет на всех вот этих агентах серого. Очень просто решает. И с одной стороны есть Библия и служение Библии, с другой стороны, неумение сказать прямо агрессору и Путину, сказать, что они себе, сделать конкретное заявление, попытка как-то заиграть, страх, может быть, какая-то выгода, или прямое поклонение. Есть среди них те, кто впрямую поклоняются вот этой вот кремлёвской идеологии современной, рашизму. Значит, всё-таки две стороны баррикад. А знаешь, что до войны были все вместе? Разве? Да, давайте я вам расскажу, по мой взгляд, почему это произошло. Проблема в нашей теологии, она глубоко внедрена в теологию, это ещё Советского Союза длится. Смотри, кегебисты внедряли свои нарративы. Один из таких нарративов, допустим, «Мы не от мира всего», это вроде бы библейский текст, но евангельские христиане постсоветского разлива, они настолько были, как бы, отодвинуты от государства, что никакой идеи, там, не то, что быть патриотом государства, а быть как-то ответственным вместе с властью за государство, не было. Мы учились в 90-е, учились брать ответственность за беспризорных детей, это не было нашей культурой, мы этому учились. Мы учились делать субботники в городе, мы учились, и многие не научились, идти во власть, брать ответственность. Любой верующий, который шел во власть, терпел гонения от своих церкви, что тот захотел пойти во власть. Мы не от мира всего. Вот эти нарративы, Андрей, я тебе сейчас скажу радикальную вещь, можете верить, может нет. Если бы у нас, к несчастью, случился наш Путин в Украине, большинство украинских христиан были бы похожи на российских, понимаешь? Потому что у нас одни корни, нам нужно теологию пересматривать, нам нужно извергать из себя вот эту идею вся власть от Бога, ей нужно быть покорным. Это то, чем живут сегодня российские христиане, понимаешь? Может быть, оправдывают себя. Оправдывают, да. Но это, так много украинских церквей, которые там в диаспоре, они уже не под гонениями, но они точно так. Ты выходишь в проповедование, говорят, только смотри никакой политики. Откуда это? Это все оттуда. Вот, дай сказать. Значит, смотри. Путин случился не только в России. Путин случился у нас, у всех, в постсоветском пространстве и у всего русскоязычного мира. Вот это я согласен. Но когда Путин стал... Но цена разная у нас. Когда Путин стал срывать с себя маски, к этому стали относиться по-другому. От него стали отказываться от этой политики, стали ей противостоять. И, в принципе, сейчас у него осталась только Россия и даже Беларусь. Наверное, нельзя отнести к этому. Вот что произошло, когда Путин стал с себя срывать маски. Все от него стали открещиваться и отказываться. Поэтому произошел Майдан и другие события в постсоветском пространстве. И это же происходит в христианской среде. Если КГБ индоктренировало, как любят говорить командир наш, вот это свое КГБшное богословие, во все русскоязычное пространство. Ну, ты знаешь, что они сделали. Распался союз. Вроде российская армия вышла. Вроде у республик независимость. Но КГБшные связи они все оставили. И они все это продолжали курировать, опекать, пестовать, продолжали все эти 30 лет. Сейчас христианский мир русскоязычный сбрасывает в себя вот это вот все КГБшное богословие. Все вот эти оковы египетского рабства, из которого они вышли. И КГБ вот это вот цепляется всеми возможными силами за души русскоязычных людей. И Шидловский как раз вот одна из вот этих щупалец, которая протянулась далеко в западный мир и продолжает тянуться дальше. И эту щупальцу мы сейчас очень успешно обрезали, подкромцали эту щупальцу. И другим щупальцам, которые протянулись, во Флориду, в Нью-Йорк. Кстати, спасибо тебе большое за то, как ты раскатал Новикова. Вот это, вот это высший пилотаж. Это для меня очень большая разница. Новикова и Шидловский – это две большие разницы. Но это щупальца одного спрута, который протянулся. Нет, нет. Ну, хорошо, это твое мнение, пусть оно будет. А представляешь, я бы сказал, Сергей, в тебе нет любви. Почему ты с такой ненавистью разговаривал с Новиковым в Нью-Йорке? Ведь он же уехал. Ведь он же сбежал от путинского режима. Ведь он показал, что он с ним не согласен. Тебе недостаточно того, что он уехал из России, что он не поддержит. Почему же ты, Сергей, так грубо с ним разговаривал? Я за любовь. Я так расстроен, Сергей, что у нас так мало людей. Он вас пародирует, Сергей. Да, я сейчас сарка. Вот представь, если бы я так говорил с тобой. Вот ты отрезал одну щупальцу, я отрезал другую. И будем резать все остальные, которые будут тянуть. Сергей, вы, прежде всего, согласны с... Тем, как Андрей это видит. То есть, вот щупальца, КГБшное влияние, состояние церквей русскоязычных, и там украины язычных. Я думаю, это идет от большой безответственности. Вот смотри. Когда мы говорим, этот человек работает на службы. Допустим, на ФСБ. Мы выпустили в эфир, и это всегда останется в интернете. А если этот человек не работает? Вот если Шедловский вообще никакого отношения не имеет к этому, а ты в публичном интернет выпускаешь, это щупальца этого монстра. Поясню. И я тебе скажу, за все это, Андрей, нам нужно будет отвечать. Если мы опорочим человека незаконно, мы можем сказать, возможно, такое может быть. Я извиняюсь, если это не так, но мне кажется, что есть возможность какая-то... Ну, понимаешь, не опускайте человека. Нельзя так делать. Потому что завтра в другой студии выйдет какой-то человек сказать, Матынга, Матынга, вообще это хорошо законспирированный... Вот его прислали с этого... С Приднестровья. С Приднестровья. Его заложили, консерву на будущее, он скроется еще. А еще, знаешь, могут хлеще. Какие-то моменты наговорить на тебя, и потом попробуй отмойся. Попробуй потом отмойся. Поэтому вот это почтение где-то, смотри, какая-то интеллигентность, корректность, она должна быть, иначе мы сожрем друг друга. Но если, Сергей, если такой вопрос, если не переходить на личности, а как в Писании сказано, что наша брань против начальства властей, против мироправителей мира сего... Это вот нарратив Кремля тоже. Ну вот, ну, слушай, апостол Павел тоже, наверное, глубоко законспирированный... Апостол был глубоко кремлевский. Кремлевский агент, да. Но идея-то в том, что это борьба против идеологии, против вот этого насаждения, против идей, которые там государство... Давайте не о личностях, потому что я этого человека не знаю, например, мне не очень интересны этапы. Я считаю, что нужно говорить об идеях. А в чем проблема? Идеи постсоветского христианства. Ну, сейчас я у Сергея спрошу, потом... Ну, я уже начал говорить. Это, во-первых, пацифизм. Тотальный был пацифизм. Мы выбираемся с под обломков пацифизма. Но он какой-то был непоследовательный, потому что в армии-то служили, а политикой не занимались. Нет, 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 нет. В армии, во-первых, не принимали присягу. Во-вторых, большинство верующих служили в стройбаке. Тоже-таки по причине отказа от оружия. Кто-то брал оружие, кто-то принимал присягу. Не было так, что, допустим, в церкви потом отлучали за это. Преследования не было за это. Ну, в общем-то... Но в целом, в целом, да даже сейчас, большинство верующих сейчас, вот я вижу американскую диаспору, они пацифисты. Они говорят, любовь сильнее войны. Понимаешь? Это заложено в корневище прямо где-то. Я человек, который изменился. Я не побоялся в эфире сказать, я был пацифист. Но я считаю, я вот, столкнувшись прямо вот в лицо мне ударило насилие. Я убегал с города, я видел этих анархистов, сепаратистов, пьяные их рожи. Я видел, что это бандиты власти. Это в 2014 году? В 2014 году. Там произошло мое переосмысление. Меня обвиняют и поменял убеждения. Я просто сказал, я увидел, что мои убеждения нерабочие. Они не работают на земле. То есть, в таком случае, нам нужно идти до конца, нам нужно отказаться от паспортов, не платить налоги. Нам нужно полностью стать космонавтами, где-то уйти в тайгу, таёжный вот этот тупик и сказать, мы не причастны к цивилизации. Не подсказывай. Понимаешь? Не подсказывай. Но потому, как мы хотим ездить на машинах, пользоваться телефонами, платить налоги, быть в цивилизованном обществе, которое, на мой взгляд, не сатана придумал. Не сатана придумал цивилизацию, государство. Всё заложено через Израиль как прототип на все государства. Как должно останавливаться зло? Тюрьма, полиция, прокурор, это всё Бог. Так, Бог удерживает зло на земле. Закон без насилия не работает. То есть, должен быть блок насилия. Это армия, это полиция. Почему там не могут быть христиан? Это же Бог. Поэтому я перестал быть пацифистом. Я считаю, зло на земле останавливается. Вот сейчас ты толкнул речь, ты как раз противостоишь вот этим кремлёвским нарративам, которые так и лезут. И не надо американское христианство судить по русскоязычной диаспоре. Второе. Мы не судим человека за его паспорт даже белорусский, между прочим. За его глаза, за цвет кожи и так далее. Мы видим, что человек говорит. И если человек озвучивает кремлёвские нарративы, и при этом человек обладает огромным влиянием, и у человека огромные амбиции, и мы видим, что он лезет на пролом, то, естественно, у нас возникает вопрос. А потом мы проверяем его связи, и мы видим, что богоискатель, великий, на минуточку, из всего российского христианства подружился с кремлёвским пулом ФСБшным. Он не нашёл Сергея, не подружился с ним, когда он в тюрьме два раза сидел, когда он платил штрафы по закону Яровой. Он не подружился с Альбертом Раткиным, ни с Судаковым, ни с Юрием Сипко, и с тысячей других достойных людей. А нашёл самое мерзкое в российском христианстве кремлёвских подстилок. И именно с ними подружился. И выставил с ними отношения. Мы опять скатываемся на личности, причём на одну. А мне бы хотелось всё-таки обсудить идеи. Вот первое, что сказал, проблема христианства современного, русскоязычного, пацифизм, и вот это космические витания такие. Мы не от мира сего. Мы не от мира сего. Нас вообще это не должно волновать и так далее. Есть... Я парирую. Смотри. Про службу в стройбате. Стройбат – это же была система дискриминации. Рекомендую ещё раз книгу Андреаса Патца. Многие из нас его лично знают. Пастор из Германии написал книгу о том, как служил в стройбате. В советское время верующие люди заявляли о своей пацифистской позиции, потому что они понимали, что политика Советского Союза агрессивна, что Советский Союз собирается нападать на соседние государства. Они не хотели в этом участвовать и они заняли пацифистскую позицию. Не участие... Подожди. Не участие. Я тебе о своей эволюции расскажу. И кто так далеко не думал. Не участие... Они далеко не думали, но вот эта идея была вот в том, почему они отказывались брать оружие. Не хотели принимать участие в агрессии. И правильно сделали. И если сейчас верующие в России, глядя на военную доктрину Российской Федерации, в данном случае это агрессия в Украине, но не нужно забывать о войне в Грузии, не нужно забывать о армяно-азербайджанском конфликте, не надо забывать о Сирии, о Приднестровье, о Молдавии. Если они сейчас займут пацифистскую позицию, это будет позицией неучастия в насилии, будет правильной позицией. Я расскажу о себе. Я же из Приднестровья. Извини меня. Я родился и вырос сначала в Советской Молдавии, а потом наш регион провозгласил собственную независимость, практически стал российским гибридным регионом. Вот я в этом регионе стал юношей, 18-летним, достигшим призывного возраста. И я как раз занял вот эту позицию отказа от службы в армии. Почему? Потому что я понимал, если я пойду в Приднестровскую армию, то мой враг это молдаванин, в которого я должен буду стрелять. Потенциально. И если я иду в Молдавскую армию, то значит, я должен стрелять в Приднестровцев. Это меня тоже не устраивало, поэтому я занял вот такую позицию. И в Приднестровье я убегал от призыва, просто элементарно, просто прятался от призыва, от повестки. А в Молдавии я заявил о своём духовном статусе. Я учился в духовном семинаре, у меня был официальный отвод от армии. И тогда я занимал вот эту позицию. Не участие в насилии. Сейчас, что касается конфликта, опять же, мы говорим конфликт, что касается нападения России на Украину, здесь моральная составляющая очевидна. Оговорочка по Фрейду, всё-таки пролез, ты как-то серва вскрылась. Пролезает, пролезает, сопротивляемся. Что касается конфликта в Украине, то здесь с морально-этической точки зрения совершенно очевидно. Украина защищает себя, причём защищает от агрессора, который не просто ведёт войну, а ведёт её зверскими методами. Занимается терроризмом в отношении того же мирного населения Украины. Да, вон, бомбёжки Киева и так далее. Андрей, я старший тебя, и я хорошо знаю, что ситуация была не такой, что люди верующие думали, «Эх, если бы не советская власть, я был бы патриотом». Нет, это шло через теологию. Я, человек, который отказывался от присяги, я отказывался не потому, что думал, Советский Союз неправ, я не буду его защищать. Я знал, что я не должен убивать. Это было воспитано с молоком матери. Но ты не можешь сказать, что это КГБ сделало, потому что как раз оно сопротивлялось этому. Вас ломали в Советском Союзе, ломали через колено, доставляли принимать присягу. Вы были костью в горле у советской власти как раз отказом от присяги. Ну, мы почти едины здесь. В том, что были пацифисты, это мешало. В 14-м году в Славянской, в Пятидесятческой церкви отлучили человека от церкви за то, что пошел воевать. За кого пошел воевать? За украинцев. Понятно? Скажем так. Чтобы ты понимал, уровень, уровень, это Украина. Славянск, это Украина. Мы не знаем имен, фамилии, не переходим на личности, но мы понимаем, что это влияние как раз вот этой вот заразы кремлевской, которая проникла. Это не кремлевская, это теология. Заключение, друзья мои. Это теология. Вот, наверное, много еще есть проблем в русскоязычном христианстве, ну, или там славянском, украинском и российском. Каким образом вот сейчас вы видите процесс исцеления вот от этих нарративов, от этой болезни пропаганды, так скажем? Потому что, ну, я с горечью вижу и слышу, что происходит в российских церквях. Даже люди адекватные какое-то время под влиянием пропаганды вот такой агрессивной, да, они говорят, ну, не может такого быть. Ну, это они сами себя бомбят. Ну, вот мы знаем русских вот этих ребят, которые служат в армии, они хорошие, они не могут вот этого творить. И люди почему-то начинают верить больше телевизору, чем Библии. Говоришь, да все грешники, люди там, да, вообще-то в любой нации. Да нет, наши не могут быть. Семерное зло пропаганды. Каким образом вообще вот хочется, это же такой давнишние вопросы, да, кто виноват, а теперь что делать? Что можно предпринять? Вот это была попытка, может быть, не очень удачная в Эстонии молитва за Украину. Как-то объединить христиан из разных там конфессий, да, для того, чтобы вот что-то было общее, помолиться. Но есть ведь какие-то, не знаю, инструменты у христиан, чтобы постепенно возвращаться к какому-то здравомыслию? Я вообще сейчас не имею в виду, что нужно искать единство с российскими верующими. По какой причине? Всему свое время. Невозможно на основе вот просто мы же христиане, давайте будем едины. Это плохая основа, потому что нужно, чтобы для начала было понимание, что вообще произошло. Поэтому я думаю, мое личное такое желание и мое понимание, что сначала с Россией должны произойти определенные вещи, которые приведут их имперское мышление вот сломать. Что именно? Это может быть развал, разъединение, внутриусобная война. когда они перестанут верить, потому что верующие тоже этим пропитаны, когда они перестанут верить, что вот они некая такая надежда Бога на землю. Мессианская нация. Да, они же, смотри, скрепы, мы, Святая Русь, вот там один проповедовал Дериенко, нигде нет приставки Святая страна, только Русь Святая. Так вот, пока не будет такого горя и такого разложения, и такого потрясения, чтобы вот это вылетело с головы, потом должна прийти фаза назвать вещи своими именами и покаянием. После этого можем говорить о прощении, после которого он где-то там на горизонте может замаячить некое единство. На другом единство не может быть, что вот мы же верим в одного Господа, мы верим в одного Господа, но вы абсолютно говорите против того, что говорит Господь, да? Поэтому я не ищу единство сейчас с россиянами. Единственное, я ищу возможности показать, что украинцы между собой должны быть более дружны сейчас, несмотря на некоторое может быть различие. в четкости не совсем все это. Потому что у нас больше общего, у нас с ним больше намного общего, чем разного. И я поэтому здесь, и я хочу искать больше, чтобы мы понимали, что при этой разности мы остаемся друзьями. Это, кстати, хорошо, что и Андрей это здесь прямо так и сказал, да. Относительно, вот ты же с России. Есть такой грех. Смотри. И я нахожу в себе здравого смысла принимать тебя, несмотря на твой паспорт, потому что я понимаю, ты заплатил свою цену, ты сражался с режимом, и где-то в каком-то смысле ты даже больше взял на себя боли и проблем, чем какой-то украинец, который просто живет. У него война, все, но ты подвергся непосредственно сражению с режимом. поэтому я не отношусь к тебе негативно. И это я пытаюсь другим сказать украинцам. Есть там россияне, которые платят свою цену и сражаются против. Даже если человек молчит, но четко понимает ситуацию, я не могу ему сказать, пойди и на Красной площади объяви, что ты полностью проукраинский. Это все. Вот мне есть люди, пишут, говорит, Сергей, постоянно перевожу на я вижу весь этот маразм, я в шоке, держитесь, хлопцы, спасибо, что вы делаете. Я понимаю, это наш человек там, здравый человек, разумный человек, поэтому у меня вот к таким людям должно оставаться место в сердце, и я должен сказать, да, там есть нормальные люди, и нельзя вот просто на всех ставить крест. А это уже сегодня осуждается, кричат, нет хороших русских. Многие говорят, нет хороших русских, понимаешь, нам нельзя их как бы никак воспринимать, принимать и всё. Но я бы точно сейчас избегал попытки мирить, говорить, что, да, какая разница, какой язык, вот когда я это слышу, даже меня это раздражает, хотя я говорю по-русски, да, больше, но я выучил украинский, я стараюсь говорить на украинском всё больше. Украинский, по-русски украинский, по-украински украинский. Ну вот это, понимаешь, заучено, прошу прощения, вот, потому что сегодня для нас язык, это то, по причине чего, ну как бы, под предлогом чего пришли нас убивать, понимаешь, поэтому для нас это очень болезненно, когда какой-нибудь в Германии встаёт русский немец и говорит, братья, сёстры, да мы же одно во Христе, какая разница, русский, украинский, это даже меня раздражает, это как, знаешь, на похоронах петь весёлые песни, да Иисус же нас спас, давай мы сейчас станцуем здесь, несмотря на то, что лежит покойник, нет, всему своё время, сейчас прощание на земле, сейчас время плакать, вот сейчас время не пытаться мирить, не пытаться раскачивать, давайте любить их, сейчас время пройти это, а россиянам время осознать и прийти к покаянию, но потом мы будем говорить, что и, ну, нашу ответственность простить, если люди каются, но это будет потом, понимаешь, вот, поэтому всё, что сейчас я стараюсь сделать, это чтобы украинцы между собою поменьше как бы воевали, чтобы они понимали, что у нас больше общего, у нас есть очень большой крупный враг, у нас общий враг, да, нам надо сейчас с ним, это оппозиция даже наша сделала, вот, они в начале войны сказали, всё, сейчас не время воевать, сейчас время держаться друг с другом и воевать с врагом. Андрей, у вас какие методы как-то восстановления славянского, русскоязычного, украиноязычного христианства, если это есть проблемы такие? Его не надо восстанавливать, оно само сейчас переживает своё возрождение, восстановление, отторгая вот эту, вот как кровяные клетки, когда что-то вторгается, вот. То есть делать ничего не нужно, всё само собой. Делать нужно. Я благодарен Сергею за его позицию, за то, что он делает. Он остаётся моим другом, я его бесконечно уважаю. Мы знакомы лет 20, если не больше. Мы вместе служили и на линии фронта, и проводили христианские миссии, и продолжаем служить, и в медийном плане. И, несмотря на все наши противоречия, Сергей, ты остаёшься моим другом и братом. Вот. Но теперь, я благодарен, кстати, вот за... Напиши это в фейсбук, где твои комментаторы пишут просто, что попало, ну вот буквально уничтожает там Бинчинский, Центрикет. Обещаю. Понимаешь? Потому что они думают, что ты думаешь так, как они. Всё, давай теперь я закончу свою речь. Я благодарен, что ты модерировал вот этот разговор, потому что нам было бы сложно вот просто один на один, мы начинали бы заводиться, переходить на личности. Вот, обрати внимание, что наш разговор модерировал хороший русский, да? Человек, который штрафы платил, сидел, и в итоге... Я всё жду... В итоге вынужден... Чем же кончится этот разговор? То есть он нас похвалил, теперь должен что-то такое подковырнуть. В итоге, в итоге вынужден был покинуть страну и покидал сложно. С большими приключениями. Всё-таки вопрос, Андрей, что делать? Ради, что делать? Вот ради таких, как Сергей и других достойных людей в России, у которых есть совесть и осталось достоинство, у которых христианская совесть осталась, которые не преклонились перед вот этим кремлёвским ваалом, не приносят своих детей, не сжигают, молоху не приносят в жертву. Вот ради них нужна твёрдая позиция, потому что вот те люди, которые в России, находясь при власти, прислуживая Кремлю, занимая какие-то епископские позиции и высокие духовные посты, как раз угнетали вот таких, как Сергей и других достойных людей. Они там их угнетали от имени Кремля, там их притесняли в церквях, там лишали их сана, ставили на замечание, отлучали от церкви за их позицию совести. А потом они переметаются на Запад, переобуваются и здесь строят из себя жертвы режима. Там я их отлавлю. Вот ради таких, как Сергей, вот он для меня олицетворение таких людей, их нельзя вот здесь позволить им чувствовать себя хорошо вот здесь, в Европе. И в принципе, по Шедловскому, если мы вернёмся к нему, у нас же нету расхождений. Это должно было. У нас же нету расхождений по Шедловскому, по его позиции, по проведённой молитве, у нас же нет расхождений. Подход просто. Я не считаю его врагом, которого надо мочить. Вот я его не считаю врагом. Я считаю его человеком, который в теле Христовом должен выполнять свою функцию. Я борюсь за него, понимаешь? Он сам себя замочил. Нет. А я знаю, что он... Вот ещё будем служить. Ещё он... Не спешите хоронить. Я сделал всё, чтобы человек услышал мнение общественности, услышал боль украинского народа и провёл молитву за Украину, чтобы она действительно была за Украину. У человека были... Он услышал всю критику. Вот учись у Артура Пыльда. Он говорит, переживаю за Андрея. Такой, говорит, хороший парень. Ну, что сейчас он... Смотри, он вот так подходит тебе. Он переживает за тебя. Он любит тебя, продолжает, но не согласен с твоим мнением. Вот этому нужно научить. Это некая отцовская позиция такая, знаешь? Гена, Гена, посмотри. У него такие... Ты знаешь, какие у него хлопцы? Уже давно пора разочароваться. И он за многими нырял снова и снова вниз, вытаскивая его, давая ему снова и снова шанс. Понимаешь? Вот это отец. И вот нам, христианцев, не хватает отцовства. Если, смотри, вот здесь про отношение к военнопленам было отношение. Если Шедловский сдаться в плен, я буду его кормить. Буду заботиться о нём, как о своём... Ну, если хочешь, для меня он как сдавшийся в плен. Он советовался со мной, он переживает за всё. Он сдался в плен, он говорит, что мне делать сейчас? То есть это твой пленник, и мне не нужно... Это человек, которому я... Я ему не льстил. Я говорю, тебе нужно нормальный покаян. Это вот в определённом смысле человек, который хочет поменять свою позицию. Который хочет вырулить туда, куда он забрёл. И я хочу, чтобы он вырулил. Значит, значит... Смотри, я хочу, чтобы все, кто ошибся, вырулили. Хорошо, но значит... Шанс, чтобы был. Это значит, процесс не быстрый, потому что моё выруливание... Ты же знаешь мою позицию 2014-2015 года. Я сейчас читаю свои посты в Фейсбуке, которые лайкали христиане, российские христиане. Может быть, те же самые, кто сейчас тебе лайкает. Не, они наоборот все от меня отказались. Потому что, ну, всё, я потерял всё своё окружение. Ты даже не знал, что у тебя была такая позиция. Я читаю, мне сейчас стыдно за вот эту всю свою неоднозначность. И я слышу, как я повторял кремлёвские нарративы. Потому что они легли. Вот этот человек сопротивлялся. Вот у него тогда была позиция по Крыму, по Путину, по российской агрессии. А у меня была... Мы с ним находились в конфронтации из-за того, что я был всё не так однозначником. А у него была чёткая позиция. Ты видишь? Но ты же его не потерял. Значит, был и у тебя шанс. Но я помню... Он тебе дал шанс. Послушай, Сергей. В 18-й год мы с Хану Хаука съездили в Мариуполь, проехали по линии разграничения той, заночевали в Широкино. Я пообщался, знаешь, с кем? С выехавшими оттуда. Ты знаешь, епископов, которые побывали на подвалах, история Козловского и многих других. И у меня волосы шевелились на голове. Я полгода не мог это принять. Знаешь, почему? Потому что ДНР организовывала та же ФСБшная тусовочка, которая организовывала моё родное Приднестровье. И я все эти фамилии, все эти имена знаю ещё с 90-х годов. Они у нас отбирали машины церковные, не давали заниматься миссионерством, они отнимали литературу христианскую, налагали штрафы и так далее. Но не было вот этих подвалов, не было насилия. И когда я понял, что те же самые люди себя ведут по-другому, мне сложно было это всё... Но когда я увязал, знаешь, как я не понимал, не понимал, а потом как понял, но вот этот процесс переформатирования у меня длился полгода. И потом это ещё нужно было принять, понадобилось время. Но всех своих неоднозначных друзей я потерял. Но всё будет хорошо ещё после. И всё моё окружение здесь я потерял. Представь, через два года в этой студии. Ты ведущий, Сергей Шедловский и Артур Пыльк, допустим. Классная программа. Такой может быть? Всё, давай дадим шанс. Смотри, если... Это было маленькое пророчество. Если принимаю пророчество, кстати, вот тоже пророчество, которое, наверное, в другой программе. Да, да. Если ты предлагаешь к Шедловскому относиться как к твоему пленнику, вот ты, это твой пленник, и ты просишь его не обижать. Я имел в виду, но я не слышал от него такого, знаешь, да не, они меня запарили, все эти, все хейтеры, знаешь. Он хотел сделать, вот на мой взгляд, он искренне хотел сделать как лучше. И он колоссальную нагрузку выдержал и от хейтеров, и с этими финансами. Для меня он не выглядит как аферист, который пытался там или заработать, или пытался что-то намудрить, понимаешь, человек, который искренне уверовал, что он должен сделать молитву. Понимаешь? Вот я его так вижу. У нас, друзья, закончилось время нашей программы, поэтому давайте закончим, в следующий раз договорим. Но, мне кажется, на хорошей ноте мы заканчиваем, потому что известное выражение, что у каждого праведника есть прошлое, и у каждого грешника есть будущее, да, ну, оно так и есть. Всё, давай так, остановимся на том, что Шедловский – это скелет в шкафу Демидовича. Всё, меня устраивает. Вы, Сергей, защищаете господина Шедловского, да, теперь все стрелы, которые Андрей будет посылать на него, будут попадать в вас, деваться не надо. Савв, в отличие от Шедловского, убивал и терзал людей. А потом Господь коснулся его. Бывает. И не было никого, кроме Варнавы, который пришёл и сказал, ребята, давайте его примем. Его действительно Господь коснулся. Все с опаской, с олятой, это скелет в шкафу, всё. А Господь из него сделал самого главного апостола. Всё нормально. Итак, это был проект протестантской аналитики «Крестовый подход». Я Сергей Степанов, сын утешения Сергей Демидович. И такой... Не надо. Сын Громов. Сын Громов. Не надо. Что-то такое. Андрей Матынга. Всем спасибо. До свидания. Спасибо. Спасибо, Серёга. Субтитры сделал DimaTorzok